Здравствуйте, друзья! С вами Антон Сарвачев. Спасибо огромное, что подписываетесь на мой бусте, ссылка на который будет в описании под видео, и в закрепленном комментарии. А я же отвечу на ваши вопросы, которые вы мне в этом бусте присылаете, в режиме Блица. Итак, поехали. Вопрос к Антону. Проводя параллели между встречей МД в прошлом году, мы имеем в виду, наверное, 19 ноября, и заездом достопочтенных господ во всем мире в этом месяце, считаешь ли ты, что приведение каждого мужчины и мужественности в целом в надлежащий порядок, приведение в порядок нашего отношения к закону и, как следствие, отношения закона к нам, смогут заменить навязанной перестройкой нарратив идеализации хулигана в угоду главному потребителю телепродукта именно женщинам. Нарратив идеализации и популяризации имиджа успешного, солидного, сформированного во всех смыслах мужчины, независимо от своей профессии. Извини за длинный вопрос, у нас на Западе, человек на Западе живет, юридические предложения иногда длятся в целый параграф. Ну, что здесь я могу ответить? У нас в стране отношения между людьми регулируются, и между мужчинами и женщинами в том числе, регулируются прежде всего не законом, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, а понятиями зачастую. И в том числе по этим понятиям с бабы спроса нет. И это отражается на всем, в том числе и на законах. Если на Западе многое, тоже не все, регулируется законами, то у нас прежде всего регулируется все понятиями, которые отражаются на законах. Что касается нарратив идеализации хулигана, сменить на нарратив идеализации успешного, сформированного солидного мужчины, то в ближайшей какой-то перспективе это вряд ли получится. Потому что этот нарратив, как вы выражаете, он биологичен. То есть женщинам нравятся хулиганы, потому что они в силу своей древней обезьяньи-прошивки, если кого-то обижают, что я считаю, что мы, несмотря на то, что человек верующий, что мы произошли от обезьян, но вы конкретно не произошли. Но в целом человеческий вид, я думаю, что все-таки к обезьянам какое-то отношение имеют. Во всяком случае, к животным. Давайте так. У многих животных, во многих обезьянных стаях, вожак, вот он как раз такой хулиган. У некоторых пород обезьян, знаете, устроено так. Вожак сношает самцов, а самцы уже сношают самок. А вожак показывает всем, что он настолько крут, что самцов сношает. Осуждая, естественно, и ни в коем случае не пропагандируя. Просто привожу как пример. Поэтому зачастую хулиганы дерутся и либо погибают, либо занимают место вожака. И к женщинам на уровне биологии, к таким хулиганам, у них есть определенная тяга. По поводу успешного, солидного, сформированного всех смыслах мужчины, ну, есть такое понятие «любовь за статус». Знаете, вот вы стали кем-то известным, популярным. И неважно кем. Может быть, маньяком. Это тоже известный факт, что многим убийцам, преступникам, просто живодерам, педофилам, кому угодно, женщины в тюрьме толпами пишут письма, предложениями руки и сердца. Если этих негодяев показали, ну, просто преступников, откровенных там мразей, просто показали по телевизору, и они как-то прославились. Любовь за статус. Есть такая. Но тут вопрос в чем? Если хулигана такого условного, биологичного, женщины будут любить при любых обстоятельствах, то мы с вами, если потеряем статус, то тут же любовь к нам рассосется и пройдет. Это все, так сказать, старо как мир, и мы этого с вами с помощью законов, и тем более в нашей с вами любимой стране, не изменим точно. Далее. Здравствуйте. Предлагаю к обсуждению тему богатства женщин. Многие дамы ведут себя, будто у них на счету колоссальная сумма, и они знают, как ей распоряжаться. Но по факту-то иначе все. Все эти коучи, которые говорят, ты уже богата, просто поверь и отпусти, с вас 30 тысяч рублей и тому подобное. Так они еще и мужчин учат богатство, которые о заработке и тратах знают побольше их. Интересно узнать ваше мнение, ваш опыт по этой теме. Множество ошибок лично я заметил. Я еще раз люблю и уважаю, если вы подписываете на мой буст, на платную, самую минимальную платную подписку, для меня вы становитесь уже, ну, если не братом, то двоюродным братом точно, прямо, так сказать, практически другом. Потому что в наш капиталистический век оторвали от себя копеечку и отдали мне за мои труды, за то, что цените меня, мое творчество. Для меня это очень много значит, на самом деле, без всяких приколов. Итак, ваши ошибки, вот прям в первом же абзаце. Многие дамы ведут себя, как будто у них на счету колоссальная сумма. Это действительно так. Это не я придумал, не я заметил. Рубль в руках у женщины в современной России не то же самое, что рубль в руках у мужчины. Женщины зачастую умудряются жить на тысячу, на пять тысяч рублей в месяц. Почему? А потому что очень много им достается бесплатно. Бесплатные обеды, да, вот. Какая разница, кто там купит женщине чашку кофе? Ну, бесплатный кофе, бесплатные обеды, какие-то пособия, какие-то привилегии. И они идут зачастую даже не от государства, а от государства тоже, понятное дело. Ну, от нас с вами, от мужчин. Если мужчина со 100 рублями это мужчина со 100 рублями, то женщина со 100 рублями это женщина с бесконечным количеством денег. И именно поэтому они себя так ведут, потому что часто женщины ощущают, даже если у них на счету 100 рублей, что у них там 100 миллионов как будто, и ей, чтобы это все реализовать, ей нужно все лишь найти миллионера, который ее проплатит. Чем они многие занимаются? Далее. мужчин учат богатство и, опять же, я вас, наверное, удивлю, но в нашей стране сейчас уже основные богатства сосредоточены в руках женщин, а не мужчин. Вы не смотрите там на различных Абрамовичей или еще каких-то олигархов, вы вспомните, а почитайте про историю их развода, кому там они отгружали половину, а то и большую часть своего состояния, кого спонсируют сейчас. И окажется, что это женщины. То есть у них остается какая-то сумма, чтобы не вылететь из бизнеса, а у женщин эта сумма, она волнует тратить долгами, ей не нужен бизнес, ей нужно один раз выгодно развестись. Например, также женщины живут дольше, чем мужчины, поэтому все наследственная недвижимость в каком-то роду, в какой-то семье достается, и просто они переживают всех остальных. И, так сказать, богатые старушки далеко не редкость. И так далее, и так далее. А основная денежная масса, вот у нас в стране мужчины получают больше денег, финансов получают больше, то есть работают больше, а тратят больше женщины, как это ни парадоксально. Такую статистику видят. Итак, они еще, мужчины учат богатство, которое о заработке и тратах знают побольше. О заработке, согласен, о тратах нет. Если бы мужчины задумывались о тратах, то и брачные договоры были бы не такой уж прямо редкостью в наши дни. И проститутки, условно говоря, стоили бы в 10 раз меньше, а то и в 10 тысяч раз меньше. И так далее, и так далее. И не было бы сейчас вот этого постоянного обсуждения, жующегося в интернетах, нужно ли покупать на первом свидании женщине чашку кофе или нет, кто там за что платит. Нет. Каждый платил зам за себя, но мужчины вот как раз в этом проблема о тратах и не знают ни хрена. Они просто как в черную дыру сгружают вот эти вот свои деньги бабам, не женщинам, а именно бабам, которые их тратят на всякое говно, типа там курсов Балиновской и вот всякого остального дерьмища, да, и пытаются заработать еще больше. И эти называют это мотивацией. И эти сиськами тоже называют это мотивацией. И сидят вот такие вот морды, такие вот мужики, вот такие вот морды, бабы, и говорят, как мы их мотивируем, еще больше тратим. Тратить дело нехитрое, и эта срока мотивация не имеет вообще никакого отношения. Поэтому о том, что мужчины о тратах знают побольше их, вообще не согласен. О тратах-то как раз знают побольше женщин. А мужчины у нас задурены в башке винегрет и бесконечные вот эти попытки повысить свой достаток для того, чтобы потом все отгрудить женщине, чтобы она потратила там отисла условно Блиновской коллективной или там какое-нибудь говно спустила очередное с рюшечками. Они называют это мотивацией, потом ходят еще гордые как одно животное с интересным хвостом, птицы с интересным хвостом, и говорят, как нас наши жены мотивируют, нам-то без них ничего не надо. У меня даже матных слов уже для таких индивидов не осталось. Они достойны того, чего они достойны. А именно жен, которые их не любят и окончат свою жизнь на теплотрассе без копейки денег. Дополним, я заметил, что некоторые женщины любят слабых и временно безденежных мужчин. Они их и кормят, и лелеют. Здесь вы немножко, так сказать, они любят не слабых, слабых мужчин женщин ненавидят. Они любят сильных мужчин, это очень важно, временно попавших, временно правильно писали, временно попавших в неприятную ситуацию. То есть это обязательно миллиардер, но на который вопали и все его счета заморожены. Или какой-нибудь мегабоксер, но со сломанной ногой сейчас он не может боксировать, но однажды вот таких они обожают. А просто слабых мужчин они не любят. Я бы даже сказал, ненавидят. На уровне, я бы даже сказал, биологии. Так, они их кормят и лелеют, но как только мужчина встает на ноги, у нее меняется отношение. Вместо того, чтобы порадоваться, она критикует, причем критика высосана из пальца, будто она не любилась, а лишь игралась и слабо в зависящем от нее. Поэтому мне есть мнение, что женщины ненавидят настоящим обеспеченных, не просто тех, у кого есть деньги, а крепко стоящих на ногах, напрашиваются выводы о том, что женщины плодят в нищету, особенно среди искренне любящих их мужчин. Здесь два момента я бы хотел отметить. Первое. Я считаю, что это женская сущность помогать сильным мужчинам временно. На этом, кстати, делают свои делишки разные проходимцы из различных тиндеров, которые обманывают женщин, рассказывают, что они там миллиарды, миллиардеры, но у них там счета арестованы, им обязательно миллиончики сейчас хотя бы нужно, потом он ее увезет куда-нибудь в Дубаи и все такое. Они как бы вкладываются. То есть он сильный, но сейчас я ему помогу, он меня будет ценить и помнить, обязательно мне женится и все на нее перепишет. Это есть в женской сущности. Это во-первых. Во-вторых, когда она критикует, как вы пишете, причем критика высосанная с пальцем, она хочет привить чувство вины, потому что чувствует, что теперь-то ее власть над этим мужчиной ослабевает, а как я не перестаю вам напоминать, те, кто прививает чувство вины, хотят нами управлять. Управление. Это просто способ управления, так сказать, натянуть вожжи. Вот и все. Здесь больше особенно такого ничего нет сверхъестественного. Ненавидит по-настоящему обеспеченных нет. Мечта для женщин это дурак с деньгами, по-настоящему обеспеченных. Женщины ненавидят тех, кем не могут управлять. Вы немножко здесь путаете. Обеспеченность и управляемость. Напрашивается вывод о том, что женщины плодят в нищету, особенно среди искренне любящих их мужчин. Тут я немножко отступлюсь от своей генеральной линии и спрошу, а почему эти мужчины позволяют этим женщинам плодить нищету. Следующий вопрос. Сними, пожалуйста, ролик, по каким правилам ты коммуницируешь с бабами, ну типа разговариваешь, как с ними тратишь деньги и так далее. Я коммуницирую с бабами и с женщинами, и с девушками, и с мужчинами, и с мужиками по одному простому принципу. На равных. И никогда не сделаю для женщины того, чего бы я не сделала для мужчин. Вот и все. Вот так же себя легко проверять, как вы там, баба-рапа еще или нет. Если вы относитесь ко всем ровно, вот я, например, всех, и мужиков, и баб, и женщин, и мужчин, всех люблю и уважаю. Искренне и тепло ко всем отношусь. Поэтому мне, например, все равно там какие-то в личных моментах еще где-то, мужчина, женщина, что-то. Вопрос у меня единственный первый возникает, чем мы можем быть друг другу полезны и можем ли. Ну и все. Поэтому я со всеми коммуницирую одинаково. И если женщина начинает там продавливать что-то, я же женщина, ты должен то же самое, что мужчина будет пытаться манипулировать, просто не пройдет, я перестану общаться с этим человеком. Следующий вопрос. Вы говорите, вопрос вины важен и имеет очень далеко идущие последствия. Не знаю, как к Амрадам, привет, Камрад, а я бы очень хотел получить от вас полную декомпозицию этого вопроса. Уверен, ваш богатый опыт психолог-юриста прольет свет даже на малозаметные, на важные нюансы. Ну, в рамках Блица полную декомпозицию не уверен, что имеет смысл делать. Могу сказать следующее. Тот, кто прививает нам чувство вины, хочет нами управлять. Вина деструктивна, чувство вины вина разрушительна. И у нас в стране мужчины завиновачены сверх всякой меры, в том числе, прежде всего, поэтому живут намного меньше, чем женщины. У них, так сказать, чувство собственного достоинства ниже принца находится, а у женщин, наоборот, необоснованно завышенное. И женщины легко, элементарно, непринужденно, просто играючи перекидывают свое чувство вины на кого угодно. На государство, на мужей чаще всего, на родителей, на кого угодно, на кота, на картину на стене, на все что угодно. Они ни в чем никогда не виноваты. Вот этому, вот этому нам бы в них с вами поучиться. А те женщины, которые не умеют, перекидывают чувственные, платят тем, кто их научит это делать. Ты этого достойна, ты ни в чем не виноват. Он во всем виноват. Вот так они и живут. Виноватя и косвенно, я бы даже сказал, уничтожая нас с вами. Здравствуйте, Антон. Хотел бы предложить тему для вашего очередного видео «Женское тунеядство». Государство в лице разных представителей периодически говорит нам о том, что в стране не хватает рабочих рук и нужны мигранты. Но даже в моем окружении пять женщин, которые просто живут на доходы мужей. И никто из этих женщин не имеет детей, ни от нынешнего супруга, ни от предыдущих отношений. И вот так они просто живут, периодически говоря своим мужьям, что надо развиваться. Если бы государству удалось устранить женское тунеядство, то страна получила бы большое количество рабочих, но несчастных бабонек. С одной стороны, с вами согласен, с другой, знаете, есть такая латинская поговорка «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Мы живем с вами в стране, когда мужчины дискриминируются на уровне закона, вопреки Конституции, на уровне целых пластов законодательства. Я про это очень часто говорю. Поэтому у нас, ну и как заявляют представители власти, у нас отношение к женщинам особое, вопреки, опять же, пункт 3 статьи 19 Конституции, особое, бережное. У нас государство матриархальное, феминизированное. Это значит, что женщины, а уж тем более матери, это самый, а если женщина не мать, то она обязательно потенциальная мать, это высшая каста, и которая живет за счет низшей касты, то есть мужчин. Поэтому то, что вы пишете, это так и должно быть. и никто ничего менять не будет. Ни с данным винегретом, ни с данным в головах, ни с данным устоявшимся положением дел. Вот то, что вы пишете про женское тунеяство, это для этого наше государство, оно и существует. Для этого олигархи даже миллиарды, не скажу, воруют, хотя не скажу, воруют у населения, чтобы принести их бабам, женам своим бывшим, бесконечным, любовницам и так далее. Вот основная мотивация и мужчин, и женщин, которые находятся во власти, в бизнесе и где угодно. Женщинам должно быть хорошо, они не должны работать. Про это, кстати, вам и представители РПЦ скажут. У меня любимые картинки такие есть, когда очередной представитель Русской Православной Церкви, к которой я себя отношу, как человек православный, постоянно говорит, что женщин не лошадь, чтобы работать. Мужик, лошадь, женщина не лошадь. Поэтому женское тунеяство есть, но это, значит, не женское тунеяство, это называется нормальная жизнь для этих женщин. За счет вас и меня, за счет нас с вами. Уже постоянно обсуждаются, гайки закручиваются, постоянно обсуждаются и так называемые налоги на яйца и все остальное. И это обязательно будет. У нас парадигма такая государства. Отношения к женщинам особые, бережные. Вы что, хотите, чтобы женщина работала? Лет через пять такой призыв станет экстремистским. Пока я еще могу позволить себе озвучить ваш вопрос. Еще лет через пять это уже будет где-то около экстремизма, а может быть уже экстремизмом. Вы хотите, чтобы женщина работала? А когда она рожать будет? А если она рожать не будет, мы все вымрем. Вы против государства? Вы против демографии? вы экстремизм дочек. Понимаете? Оно все так обстоит. У нас... Далее. Последний вопрос в этом блоке. Антон, добрый день. Живу с женщиной третий год. Частота и качество секса значительно ухудшились. Быть меня устраивает, секс не так важен, поэтому продолжаю находиться в этих отношениях. С недавнего момента в кавычках моя, абсолютно правильно, женщина начала мне двигать тему о том, что я ее не хочу. Ей нужно развивать свою женскую сексуальную энергию. Мотивирую это тем, что если не она мне все дадаст в сексуальном плане, то это сделает другая женщина. Дополнительно к этому меня тянут на совместные консультации с психологом, чтобы проработать наши отношения. Мне это не нужно. Я считаю, это напрасной тратой денег и времени. Вопрос, что стоит за этими женскими сексуальными энергиями? И нужно ли мне, как мужчине, наложить сексуальные отношения? Заранее сердечно благодарю вас. Уверен, что данная тема зайдет и комрадам будет интересно послушать. Если отвечать вкратце, за женскими сексуальными энергиями стоит просто мошенничество, манипуляции и задуривание голов. Нужно ли вам, как мужчине, наложить сексуальные отношения? Нет, не нужно. Это не ваша проблема и не ваша хоботня. И всю жизнь никогда не было проблем у мужчин наложить сексуальные отношения. Все эти гейши, наложницы из гаремов и кого угодно, это всю историю человечества женщины налаживают, что отношения с мужчинами, что сексуальные отношения. У них, так сказать, им и все карты в руки. И сейчас тоже. Если немножечко раскрыть вашу тему, то, во-первых, пара моментов, которые бросилось мне в глаза. Когда вас тянут на консультацию с психологом, вопрос, кто за это будет платить. Если она со своих личных денег, а я надеюсь, что у вас, у женщины, есть личные деньги, что она работает, что они туниянка на вашей шее, ну, сходите, поприкалывайтесь. Вот. Это я вам как юрист и психолог говорю, да. В большинстве случаев почти всегда женщины ходят к тем психологам и только исключительно за тем, чтобы психолог авторитетно сказал, что женщина права, а вы говно. Они ходят и прикалываются. Они за счет психолога пытаются вам перепрошить мозг и удалить оттуда остатки вашей мужской сущности и вашей личности. Вот. Поэтому, если она за это платит, и вы, человек достаточно крепкий психологический, можете сходить, пообщаться с психологом. Но не думаю, что это в данном случае. Вот я не понял фразу, что она вам начала двигать тем о том, что я не хочу, ей нужно развивать женскую энергию сексуальную, а вы мотивируете тем, что если не она мне все дадаст в сексуальном плане, то это сделает другая женщина. Вот этот момент я не понял. Он говорит, ты мне не хочешь, а вы ей говорите, если ты мне не дашь, мне другая даст. Отношения ваши стухли. Третий год, это абсолютно нормально. Женская демоверсия кончилась, настала бытовуха, которая, кстати, вас устраивает. Кроме как секса, я так понимаю, и быта какого-то, хотя тут вопрос какого, она вам предложить больше особо, видимо, ничего не может. Поэтому не ваша проблема. Отношения, а внутри них есть широкое понятие отношения вашей женщины, а есть внутри них еще сексуальные отношения. Это не ваша проблема. Расслабьтесь, успокойтесь. Можете к психологу сходить в одиночестве, проработать все. Вам нужно расслабиться, успокоиться и отпустив вожесть, смотреть, что она будет предпринимать. К тому же я так понимаю, будет вам устранен. Вот я вам сейчас совет опять же даю. Не ограничивать себя от общения с другими женщинами, если такие есть. Если нет, инициируйте от общения. Я сейчас не говорю про секс, нет. Сейчас говорю просто про общение. С одной сходить в кино, естественно, вы оба забрасываетесь на билет, с другой, просто пообщаться, кофе попить, естественно, вы платите каждый за свое кофе. Просто где-то в какой-то компании погулять. Если у вас компании нет, если вы, как и многие мужчины, одинокий человек, попробуйте себе ее создать. Различные группы по интересам в различных соцсетях от английского до авиамоделирования или компьютерных игрушек вам в помощь. Желательно найти какую-то группу, где женщин больше, чем мужчин. Походите, посмотрите, подвигайтесь, не зацикливайтесь на этой женщине, потому что, скорее всего, она ваше отношение не вытянет, а вы не вытянете их, тем более. Что вы думаете обо всем об этом? Пишите в комментариях под видео, задавайте свои вопросы на бусте, подписывайтесь. С вами был Антон Сарвачев. До новых встреч.